Добрый день, дорогие друзья! Сегодня выполняю обещание чуть глубже развернуть тему кармы. Тему кармы, тема ответственности. Это все об одном. И тему исполнения желаний. Как бы это странно ни звучало. Смотрите, каким образом формируется вообще карма? Что это такое? Я все говорю из практики. Мы работаем много с аутизмом и реально в основе любого тяжелого заболевания у нас есть уже опыт работы и с ДЦП, и с аутизмом, и с психическими расстройствами, поражениями центральной нервной системы, генетическими заболеваниями и так далее. То есть мы много чего брали на кругу. И мы пришли к тому, что все-таки первопричина, как правило, кроется в предыдущих воплощениях. То есть была жизнь какая-то, была та же самая душа. Та же самая душа проживала определенный какой-то сценарий. Вот она там была в прошлом веке, например, и что-то там делала. И там она приняла какое-то решение. Не важно, что делала душа. Важно, какое решение она приняла. Она принимает решение. На это решение было направлено внимание самого человека, окружающих. Это решение обросло энергией. И вот этот сгусток энергетический, он вибрирует на определенной частоте. На частоте, в каком состоянии он был сделан. Если там доминировала жадность, это один частотный диапазон. Вина, обида, еще что-то. Это все разные частотные диапазоны. И в дальнейшем, в следующей инкарнации, когда человек попадает в эти же состояния, у него на автомате, если он неосознанно подкачивается, этот ресурс энергетический, на этой частоте из его прошлого воплощения проявляется болезнь. И есть болезни, которые проявляются, мы их считаем наказанием, а они проявляются как первая основа для формирования, неосознанного формирования, неосознанного текущей реальности. То есть, грубо говоря, если человек не осознает себя как личность, как сотворца, и не участвует в процессе формирования событий в своей жизни, то кто-то же должен ему рисовать эту картину мира. Вот так она и рисуется. Она рисуется тогда из ресурсной травмы, то есть из бюджета, из того, что заготовлено заранее, перед приходом в эту жизнь. И знаете, что удивительно, что в основном люди никто и не рисует свою жизнь. Очень редкие индивидуумы, которые доходят до того момента, когда они реально осознанно начинают моделировать свою реальность. Они начинают своим сознанием участвовать, выбирать, менять. И тогда перед ними раскрывается огромное пространство вариантов. У них есть выбор проявляться так или иначе, вести себя так или иначе. И тогда вся карма отваливается. Когда это бывает, и что для этого надо? Смотрите, если карма всё-таки решение, то очевидно, решение может быть в негативных частотах, в вине, обиде, в злости, и в позитивных частотах. Любовь, радость и так далее. И тогда и карма низкочастотная, высокочастотная, и карма высокочастотная. В жизнь человека приходят неосознанно на тех или иных частотах. В одном случае его накроют неприятности, в другом случае он выигрывает в лотерею, ему дарят подарки и так далее. И то, и другое карма. Но слово «карма» в данном случае неуместно. Это желание, это неосознанный выбор человека. Человек заказал. Это как в ресторане. Он пришёл, официанту заказал, и сам не понял, что он заказал. Он не видел картинки этих блюд. Но официант всё равно их принесёт, он всё равно их исполнит. Вот точно так же исполняет всё это наша Вселенная. Таким образом, когда говорят о том, что жизнь — это сплошное наказание, наказание, карма как наказание, она бывает только у тех, кто вибрирует на низкой частоте. Для кого в доминантной жизни, при полной неосознанке, являются вина, обида, злость, агрессия, гнев, жадность, алчность, другие проявления в этой жизни. Вот когда они есть, вот на этой частоте его реальность и строится. Если он вибрирует на высоких частотах, классно. Поэтому великолепно работает Симарон, который говорит, отключите все низы и включите верхи. Грубо говоря, Вселенная исполняет желание. Этот механизм понятен. Тогда каким образом это всё перекочёвывает в нашу текущую жизнь? Есть моменты, когда мы, наша душа, формирует следующий сценарий, и мы попадаем здесь и задаём вопрос себе назад и говорим, Асхирали, я должен выполнять какие-то заявки личности, которая в прошлых воплощениях её заказала. В прошлом воплощении эта личность приняла решение, что она никогда не будет, например, спать с мужчинами, да, а в этом воплощении эта личность приходит уже в женском теле и у неё возникают гендерные признаки, да, Асхирали тогда она должна вот оттуда это всё перекачивать. Это вообще нонсенс какой-то. Но на самом деле для того, чтобы это всё изменить, для того, чтобы отказаться от того, что летит с прошлого, действительно нужна повышенная осознанность. Если вы просто развернётесь и скажете, я отказываюсь от своей кармы, то ничего не произойдёт. А в каких случаях происходит? Вот что такое осознанность, когда это происходит, когда человек действительно останавливает карму и начинает выбирать. И вот это самый главный вопрос, и он сложный вопрос. Здесь работает закон парадокса. Я бы очень хотела, чтобы вы это осознали, потому что взять это умом будет сложно. Возможно, придётся просматривать не один раз. Так вот, смотрите, наш ум, он же привык присваивать себе заслуги нашего сознания. И наш ум говорит, либо мы с кармой, либо мы без кармы. А вот так, чтобы мы и с кармой, и без кармы одновременно, он не может это охватить. Но в карме сокрыт огромный энергетический ресурс. Это энергия, которая осталась в жизни, в текущей. И для того, чтобы снимать новый фильм осознанно, эта энергия как бы нужна. А с другой стороны, эта энергия отойдёт под эту съёмку, а нам надо её перевести на другие рельсы, под другую съёмку. А каким образом можно это сделать? Это можно сделать только тогда, когда вы идёте сознанием, непрограммуемо, сознанием, из интереса и видите всё целостно. То есть, целостное восприятие здесь становится основой, основой для того, чтобы работать с кармической сутью, сутью кармических программ. И когда вы видите целостно весь ряд, вот этот событийный, вы целостно можете его переключать, вы целостно можете управлять. И тогда вы можете действительно людям помогать убирать их какие-то заболевания, и тогда вы можете свои сценарии менять, и тогда вы можете управлять реальностью и так далее. Вы становитесь волшебниками. Хотя волшебниками в своей жизни вы уже становитесь только переключившись на высокочастотный диапазон. Уже волшебство, вы уже отрубаете низкие частоты, они остаются, энергия остаётся, это всё там остаётся. Но просто они в текущую картину мира уже не переплывают, потому что вы в этот момент находитесь в других вибрационных состояниях. Но научиться так жить, это на самом деле классно. При этом, если вы ещё сместите внимание в момент здесь и сейчас, то вы таким образом подключаете широту восприятия сознанием, не программой ума. И тогда вообще можно жить достаточно комфортно, радоваться. И это будет уже очень большой шаг к осознанности. Как правило, с Симарона, с разных таких позитивных практик, и начинается первый переход. Потом человек начинает осознавать, как же всё-таки это всё строится. Потом у него в какой-то момент открывается способность вычленять у информации суть. Это могут не все. Мне очень нравится подготовка журналистов, всё-таки профессиональная, потому что именно у журналистов вот эта способность развивается профессионально, работая с информацией. И в дальнейшем им значительно легче развивать свои способности, потому что они умеют вычленять суть. Точно так же, как спортсмены, когда они тренируются, они чётко знают, какое место дотошно надо изменить для того, чтобы получить результат. Точно так же, как артисты успешные. Я говорю только об успешных артистах, успешные бизнесмены. Они чётко умеют работать с сутью. И вот эта способность реализованного человека вычленять суть в дальнейшем ведёт к расширению его сознания и в дальнейшем учит видеть мир целостно. И таким образом получается, что карма как бы она есть, и тогда её как бы нет, потому что есть целостный взгляд и есть возможность управлять всеми этими процессами. Но она будет при переходе в следующую жизнь. Всё равно заготовка на переход, сценарий на переход, на случай, что вы проснётесь, и осознанно с ней включится, да, потому что ведь надо ещё пробудиться в жизни в текущей. Мы же всё забываем, когда переходим через инкарнационные врата. А вот заготовка всегда будет. И согласно этой заготовке очень важно, что вы пускаете вперёд, да, что вы пускаете в следующее воплощение. Поэтому я здесь всегда предлагаю людям думать головой, что они делают. Ключевые решения, когда вы, например, идёте против совести, да, вас колбасит внутри, но колбасит на какой-то чистоте. Может включиться, вам кажется, что это справедливость, а это жадность, да. И человек путает чувство справедливости и чувство жадности. Либо человек путает, ему кажется, что он спасает кого-то, а на самом деле он это делает из травмы, из вины или из обиды, да. Да, его не спасли когда-то, ему не протянули руку помощи, значит, он спасает весь мир. И тогда фонит травма, обида. И из этих частотных состояний он формирует следующую свою реальность. Потому что он принимает какие-то решения. Эти решения в эти моменты обёрнуты в эту энергию. И эта энергия идёт дальше. Вот смотрите, вот я всё это рассказывала в расчёте всё-таки на то, что этот ролик будут смотреть люди, которые обладают определённой долей сознания и с определёнными развитыми умственными интеллектуальными способностями. Становится очевидно, если вот так работают кармические вот эти процессы, их нельзя назвать опять-таки, повторюсь, кармическими, это система исполнения желаний человека, да. Только мы уже не хотим признаться себе, что мы желаем в будущем прожить обиду или злость, или ярость, или ещё что-то, да. Поэтому это мы называем кармой. А когда у нас призы, победы, радости, любовь, это у нас случайно. Вот так устроено сознание нашего коллективного социума. Так вот, господа, становится очевидным, что все вот эти штуки человек формирует сам. Карма, я недаром сказала вначале, что карма – это ответственность. Это ответственность за то, что вы делаете. Это ответственность за свою жизнь. Это полностью ответственность за себя, за свою реальность. Поэтому наш проект ключевой называется «Сабришин». Сабришин – это субъективная реальность. И лаборатория, центр которой на сегодняшний день уже развивается на английском языке, англоязычная часть нашего проекта, она так и называется – «Сабришин». Это на русскоязычном пространстве мы известны как «Инфодайверы». Так вот, субъективная реальность, она позволяет человеку просто творить неимоверные чудеса. Потому что в субъективной реальности мы можем всё. При одном условии мы сместили Бога в себя и взяли ответственность за свою жизнь на себя. И когда это происходит, дальше начинаются вообще интересные штуки с сознанием. Если вы сегодня откроете интернет, то вы найдёте, что очень много людей, которые предлагают услуги, например, удалить интерферента. Есть некие интерференты или вообще некие машины, злые силы и так далее, которые на вас влияют и портят вам жизнь. И большинство людей с радостью соглашается. «Да, мне там соседка порчу сделала, мне там вот это прилетело, интерферента, он ответственен за мою жизнь». Господа, вот пока вы ответственность назад в себя не вернули, у вас есть карма. Без вариантов. Ещё раз. Пока вы ответственность за свою жизнь не вернули в себя, у вас есть карма. И у вас нет выбора. И осознанность у вас равна нулю. Просто логика. Вот здесь работает просто человеческая логика. Просто подумайте. Это вы создали ситуацию, обучающую для себя, осознанно или неосознанно, как правило, неосознанно. И даже если она пришла к вам в виде кармы, это вы запросили проживание этого опыта для того, чтобы. И великолепная душа соседки просто согласилась сыграть роль этой колдуньи. Но соседка у вас является субъектом вашей реальности, первично ваше сознание. Ваше сознание устроило вот такой трэш для того, чтобы просто начали развиваться и взяли ответственность за свою жизнь на себя. Представляете? А вместо этого люди идут, чёрт-то знает кому, занимаются разной ерундой. Начиная от магических отворотов, приворотов, работая с интерферентами, работая ещё с какими-то козлами, молитвами, чем угодно. Они готовы заниматься только, чтобы не взять ответственность за свою жизнь на себя и не включить мозг. Я понимаю, что у бота нет интеллекта вот такого уровня, чтобы его просто включить. Но на самом деле есть очень много неботов, кто спит. Это первый момент пробуждения человека. И это первый отличительный признак бота от небота. Это вот ответ на вопрос, когда меня спрашивают, как отличить бота от небота. На самом деле отличается просто через сердце. Вы чётко знаете, у кого есть душа, у кого она за стеклом. Она всё равно есть, но она за стеклом. Но человек, у кого душа активно играет, он способен что-то менять. И он способен брать на себя ответственность. Это очень важный момент. Это просто... Потому что мы можем поставить знак равно. Я реализуюсь, я проявляюсь, я действую, когда я беру на себя ответственность. А когда я беру на себя ответственность, когда я признаю в себе Бога. Вот это вот всё идёт через равно. Реализация человека через интерес, да, когда его прёт, когда он реально реализуется, и действия совершает по реализации, он берёт на себя ответственность за результат. И это всё случается, когда он признаёт в себе Бога. И тогда его прёт по жизни. Представляете, всё как просто. А как же тогда порчи, сглазы и всякая херня, негативные воздействия? Давайте найдём лицо, которое на вас воздействует негативно. Где то лицо, которое породило вам эту ситуацию? И зачем? Это лицо кажется лишь зеркальным отражением вас, которое вам показывает. Дорогой, вот сейчас ты жадничаешь. И лжёшь, потому что ты жадничаешь. И ты за это будешь платить до тех пор, пока ты не осознаешь это. Представляете? Как только ты осознаёшь это, ты способен изменить процесс. Но пока ты не осознаёшь это, ты будешь башкой биться об стенку до тех пор, пока ты не проработаешь жадность. И так точно так же. Вина, обида, гнев, ярость, агрессия. И поехали. Пока не придёшь к принятию себя настоящего. А ведь себя мы принимаем только через любовь и благодарность. Поэтому базовое состояние для завершения кармы – это любовь и благодарность. Искреннее, просто искреннее, офигенное. Вот один из вопросов, который очень часто звучит. Я там мужа прощала, вот мы развелись, я там мужа прощала, я написала на него 50 анкет. И, блин, мне кажется, что я простила. И вот ты разговариваешь с человеком и понимаешь, а энергия благодарности и любви не течёт. А вы задайте вопрос просто напрямую себе. Слушай, а что хорошего мне сделал этот муж? Да? Но он же сделал мне классных детей. Мы же с ним классно проводили время. Ведь зачем-то ж я за этого козла выходила замуж. А что меня подкупало в нём? И пошла энергия, да? Тогда уже будет энергия любви и благодарности. И тогда прощение будет искренним, когда вы перейдёте к нему в постоянном моменте, вот в постоянном здесь и сейчас моменте, к благодарности и любви. И это схлопывает карму. Но тогда позвольте, если у меня любовь и благодарность, то тогда какие негативные влияния на меня? Представляете, как это всё связано? И это всё элементарно. Это управление своими состояниями осознанно. Мы можем включиться во внешнее и играть в игру вина, обида, зависть, алчность, всё что угодно. Это наш выбор. А мы можем войти в себя и в свои субъективные реальности, установить баланс. И тогда энергия просто течёт. И тогда использовать эту энергию для того, чтобы в моменте здесь и сейчас творить чудеса в своей реальности осознанно. И иметь то, что мы выбираем. И представляете, это выбор человека. И это всё его сознание. Потому что весь этот мир – это проявление этого сознания. Элементарно просто. Элементарно. Но попробуйте взять умом. Умом как-то сложновато. Вы просто войдите в эту информацию сознанием. И тогда вам проще будет заниматься инфодайвингом, друзья. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.